Вот такой вот пушистик наш, пушистик такой хороший. Хороший. Знакомьтесь, Ермак Шерханович. Вот так малыш путешествует на автомобиле через полстраны. Вот так ест запасы, которые взял с собой в дорогу. На еще кушай. Путешествие на машине Ермак перенес с трудом, но стойко. Это и понятно, все-таки 2500 километров проехал. На каждой остановке видеоотчет Кемерово запомнилось количеством снега и приличным минусом. Не то, что в Барнауле. Хотели прогуляться с ним, но что-то он не хочет выходить. Так, покормили его немножко, и вот он. В Иркутске, словно местная звезда, буквально за секунды собрал вокруг себя массу поклонников. Несмотря на усталость, фотографии на память никому не отказал. В детском кресле его посадили, но вот такой вот он у нас Ермак. За всеми передвижениями Ермака директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев наблюдал онлайн. Это четвертый тигренок семейства Шерхана и Багиры. Несмотря на расставание с сыном, мама выглядит абсолютно спокойной. Папа так и вовсе занимается своими делами. В природе существуют очень порядочные, хорошие такие вещи, как доверие. Так вот, Багира нам доверяет полностью. Поэтому будем надеяться, что следующей весной она снова нам принесет замечательных котят. Да, Багира? Обо всех передвижениях Ермака в социальной сети сообщает его сопровождающий Александр Чеботарев. Конечная цель наших земляков – столица Бурятии. Мы приехали в Этнографический музей народов Забайкаля. Сразу же по приезду вновь десятки фотографий, съемки на местном ТВ и интервью. Впрочем, еще бы сам царь в городе. Для того, чтобы Ермак как можно скорее почувствовал себя как дома. Нет-нет, он не кусается. Это про Шерхановича. Пока не кусается. У тигра уже есть свой вольер, в меню конина. Так что райдер соблюден. Жители Алтая будут вспоминать Ермака как самого активного тигренка. У многих остались фотоснимки с ним в главной роли. Как бы сказали интернет-пользователи. Мимимишность зашкаливает. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.